Архитектурную работу над лицом исторической части Краснодара можно сравнить с пластической операцией. Здесь также важны максимальная точность, аккуратность и детализация. Определение периметра исторического центра Кубанской столицы – глобальная работа по сохранению внешнего облика города. В мэрии уже планируют расширить эти границы с 94 до 133 кварталов. В проект включены зоны от улицы Кондратенко до кинотеатра «Аврора». Вопросы градостроительного развития Краснодара сегодня обсуждали на совещании у губернатора. Свои предложения озвучили и общественники. Мы предлагаем 439 исторически ценных градоформирующих объектов, ограничение застройки центральной части квартала 21 метр по большинству кварталов. Речь о том, что сокращая количество исторически ценных градоформирующих объектов, мы теряем сам смысл исторического поселения. Потому что не памятники определяют подлинную среду, а именно градоформирующие объекты. Мы должны развиваться, еще раз подчеркиваю, но и сохранять то, что у нас есть, в том числе, уже не раз говорили, исторический центр, который тоже должен быть в генплане отражен. С пониманием, где его границы этого исторического центра. И там уже однозначно никто не может ничего построить, исходя из архитектурно сложившегося уже облика высотности и параметров, которые существуют в нашем историческом центре. Не нужно хитрить ни с городом, ни с горожанами. Не нужно. Если сказали оставить исторический центр таким, какой он был, давайте его оставим. А коллеги, я вот обращаюсь к чиновникам справа сидящего, мы позволяем кому-то хитрить. Опять архитекторы у нас все время что-то говорят, красивое, умное. Коллеги, да не надо что говорить, возьмите и сделайте. Не нужны эти рассуждения. Не нужны. И каждый хитритер думает, что он спаситель города. Слушайте, он могильщиком города уже стал. Если сегодня здравое, мы пытаемся закопать. И сказать, что нет, город должен, развивайте город. Ну там, где новые идут освоения участков, вот там и строите. Чтобы не позволить хаотично застраивать, в том числе исторический центр Краснодара, нужен генеральный план города. Это такая конституция, в которой четко прописано, где и как можно, а где нельзя возводить жилые многоэтажки, офисные центры или магазины. О разработке обновленного документа после прихода на должность мэра Евгения Первышева начали говорить больше двух лет назад. Тогда Вениамин Кондратьев попросил главу краевой столицы не затягивать с этим вопросом. Сегодня уже потребовал его решить в кратчайшие сроки. Много правильных слов говорили о том, что нужен Краснодарский план, что Краснодару нужна строительная конституция. Все соглашались, все, и кто слева сидит, и кто справа, но до сих пор нет ни единого плана, нету строительной конституции, хаос строительный, по большому счету. Все, как было-таки, есть покрыто мраком, мраком. С точки зрения понимания, где можно строить, где нельзя, как можно строить и какой высотности можно строить. Мне важно понимать, почему ничего нету. Краснодар – миллионник сегодня у нас. Это столичный город региональный, он развивается. Я уже говорю, что в Краснодаре хотят жить. Евгений Алексеевич, мы 2 декабря, я специально попросил, когда было первое поручение, и когда мы с вами общались на эту тему. 2 декабря 2016 года. Уже третий год пошел. Но третий год, коллеги, саботажа. Поверьте, саботажа. И люди те же. Я вам сказал, перезагрузите этих людей. Дайте мне четкий алгоритм до конца года, чтобы генплан был. Поэтому то, что делали 2 года, значит сделайте за год. Сегодня отобрана организация, которая в том числе и занималась генеральным планом Петербурга. Это институт перспективного развития, питерский институт. Работа ведется достаточно глобально, уже большая. Основной документ мы рассчитываем, что мы его получим к концу этого года. Я сказал, что к концу года мы его утвердим. Услышали, нет? Еще раз подчеркиваю, сроки неизменны. К концу года. В прошлом году из краевого бюджета на разработку генплана Краснодара перечислили 64 миллиона рублей. В этом предусмотрено еще финансирование. Почти 44 миллиона. Генеральный план должен учитывать перспективное развитие города и соответствовать требованиям времени. Для этого привлекают не только исследовательские институты, экспертов, но и общественников. По сути, простых жителей кубанской столицы. Ведь кто, как не они, знают слабые стороны. Поэтому чиновники должны не только слушать, но и прислушиваться к мнению горожан. Коллеги, знаете, все те, кто сейчас сидит про себя и думают, что вот один сумасшедший, другого сумасшедшего слушает. Вы так не думайте, потому что у вас один аргумент. Город теряет развитие. В чем он теряет развитие? В том, что мы зеленые зоны не превращаем в бетонное стекло, что ли, или в частные массивы. В чем развитие теряем? Почему в интересах меньшинства должны страдать большинство сегодня горожан, которые сегодня живут уже в этом городе? Это жизненно необходимо сегодня что-то сделать. Просто обидно, что в одиночку это делают. Горожане тоже так же думают. Что, получается, весь город сумасшедших, что ли? Так не пойдет. Не надо думать. Или мешать не надо. А если не согласны, ну, уйдите в сторону. Обсуждение между архитекторами, историками, чиновниками и общественниками вызвало бурную дискуссию. Заседание длилось почти четыре часа. Каждую тему пытались рассматривать детально. Тем более, что Краснодар увеличивается в своих масштабах. Город в районе восточного обхода прирос более чем на тысячу гектаров. И все это также требует детального проекта планировки. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар.